Здравствуйте! Это итоговый выпуск новостей на телеканале Хабар. В настоящее время иностранные государства выражают поддержку инициативам президента Казахстана. В частности, высокую оценку в мире получила озвученная экономическая политика Нурла Жол. Благодаря интенсивности встреч и мероприятий растет интерес других стран Казахстану. Развивается взаимовыгодное сотрудничество с ними. Мировое сообщество поддерживает предпринимаемые нами действия. В нынешних условиях необходимо постоянно анализировать международную ситуацию в контексте развития отношений между Россией и странами Запада, а также трендов в глобальной экономике. Ваша программа Нурла Жол воспринимается в мире с высокими оценками. Она воспринимается как объективный, хорошо выверенный программа, обеспечивающая стабильный устойчивый рост Казахстана, непростых внешних условий вокруг Казахстана. Дипломатый настроен на четкую реализацию программы в сочетании с другими приоритетами внешней политики страны. Можилис одобрил сразу два важных законопроекта. В частности, ратифицирован договор о присоединении Армении к Евразийскому экономическому союзу. Таким образом, документ направляется на рассмотрение Сената, как отметил глава Министерства нациоэкономики Ервалад Досаев. Присоединение Армении к ЕАЭС, безусловно, повысит имидж Евразийского экономического союза в глазах мирового сообщества. По его словам, вступление Еревана в этот альянс подтверждает перспективность интеграционного процесса на евразийском пространстве и его широкие экономические возможности. Наиболее значительные выгоды от участия Республики Армения в интеграционном процессе как для участников, так и в целом для союза, ожидаются в перспективе. Убежден, что вступление Армении в ЕАЭС создаст дополнительную платформу для стабильности и привлекательности Евразийского интеграционного процесса в целом. Для Казахстана имеются все возможности расширения сотрудничества с Арменией, в частности, в металлургии, сельском хозяйстве и строительстве. К сенаторам направленный законопроект о ратификации договора, прекращающего деятельность Евразийского экономического сообщества. Оно выполнило свою историческую миссию, пояснил глава МИДа Ерланы Дрисов. В его рамках были созданы таможенный союз, ЕЭП, и вот-вот будет запущен Евразийский экономический союз. В работе Евразе смысла уже нет, отметил министр, иначе это будет просто дублирование функций параллельных организаций в одном пространстве. Каждый третий тенге казахстанской ипотеки в 2014 году выдан жилстрой Сбербанка. Объем банковских займов вырос на 50%. До конца года этот показатель достигнет 90 миллиардов тенге. Об этом стало известно сегодня на заседании фракции Нур-Отан в Можилисе. Тема дня – доступное жилье 2020. В программе «Доступное жилье 2020» жилстрой Сбербанк работает по двум направлениям. Жилье для всех категорий населения и жилье для молодых семей. В этом году за выкупленные квартиры в бюджет перечислено 56,8 миллиардов тенге. Из них 71% средств – это деньги вкладчиков. Спрос очень большой, поэтому жилстрой Сбербанк видит свою главную задачу в поддержке роста строительства. Сегодня банк отрабатывает определенные механизмы, в том числе с Министерством национальной экономики, о повторном использовании возвращаемых денег от наших покупателей. Если этот механизм мы реализуем, то, я думаю, можем будет добиться увеличения количества строящего из жилья. Я считаю, что это главное, потому что спрос очень большой. Есть еще одно направление программы «Доступное жилье 2020». По ней будет построено 29 тысяч квартир. Это арендное жилье. Глава холдинга «Байтирек» Куандык Бишинбаев сообщил, что до 2020 года будет выделено 250 миллиардов тенге. Средняя стоимость арендного платежа в Астане и Алматы заставит порядка 52 тысяч тенге. Чтобы опять избежать привлекательности для людей, которые ищут бизнес в этой сфере, мы должны сделать так, чтобы жилье, которое выкупается через пять лет по данной программе, его еще пять лет нельзя было ни продать, ни подарить, ни заложить в банки, ни сдавать в аренду, ни в субаренду. Это должно быть очень четко зафиксировано. Депутаты фракции «Нур-Атан» призвали сегодня совершенствовать и другие механизмы программы «Доступное жилье 2020». Также большая ответственность возложена на лидера ипотечного кредитования страны «Жилстройсбербанк». До 2020 года в Астане Алматы, Актубе и Шымкенте построят почти полтора миллиона квадратных метров жилья. 60% квартир будут арендными, рассказал сегодня глава Минфина Бахат Султанов на встрече с жителями столицы. Половину всего арендного жилья по линии казахстанской ипотечной компании получат молодые семьи. Возраст участников программы увеличится с 29 до 35 лет. Квадратные метры без выкупа будут распределяться со сроком аренды до 10 лет и с правом пересмотра арендного платежа каждые 5 лет. Как отметили члены информационной группы, все запланированные правительством меры по повышению социальных выплат студентам, росту заплаты за бюджетникам и людям с ограниченными возможностями будут реализованы. На эти цели государством предусмотрены соответствующие расходы, в том числе средства НАЦФОНДА. Программа насыщена конкретными решениями в сфере социального развития нашей страны, развития инфраструктуры. Поэтому очень важно, чтобы население досконально понимало суть каждого из этих направлений. В частности, например, вопросы модернизации жилищно-коммунального хозяйства, вопросы строительства объектов образования, здравоохранения. Это те вопросы, которые интересуют население. Единство народа, мир и стабильность – вот главная сила казахстанского общества, считает депутат Мажелиса, член Совета Ассамблей народа Казахстана Хуан Нурсултанов. «Будучи едиными и сплоченными, мы можем противостоять любым экономическим трудностям», считает Мажелисмена. Об этом же сказал в своем выступлении по случаю годовщины независимости Нурсултан Азарбаев. Благодаря национальному единению, говорит народный избранник, народ Казахстана может двигаться от успеха к успеху. И слово президента о независимости – ценные размышления о том, как именно мы сможем сберечь и приумножить главное достояние казахстанцев – суверенность. Вот этот маленький раздел можно было бы сейчас рекомендовать школам, учебным заведениям, чтобы его изучил каждый ученик. Патриотизм приходит через сознание, через осознание, понимание этого именно качества. В этом тексте изложена и вот философия национальной идеи, как манглик ель. Вечная страна, вечный народ. И мы вправе претендовать именно вот на такое качество. Сокращение части расходов уже утвержденного бюджета не затронут социальную сферу. Об этом глава государства заявил вчера на торжественном собрании по случаю Дня независимости Казахстана. Выступление президента с огромным интересом наблюдали врачи Казалардинского областного перинатального центра. За последние три года в рамках различных госпрограмм в области было сдано в эксплуатацию 39 объектов здравоохранения. В их числе и этот современный перинатальный центр на 200 коек. Сегодня здесь трудятся порядка 400 специалистов. В регионе с самым низким индексом здоровья женщин они смогли добиться снижения материнской смертности на 32%, младенческой почти на 27%. Поддержка главы государства, считают медики, дает им стимул для достижения новых побед. В социальной сфере глава государства всегда уделяет огромное внимание. Несмотря на тяжелые времена и мировой кризис, Ельбасе гарантирует нам выполнение всех ранее взятых социальных обязательств. Мы знаем, насколько это сложно. Такая забота о людях никого не оставит равнодушным. Это придает нам, медработникам, силы и желание работать еще лучше, добиться еще больших успехов, с еще большим рвением служить своему народу и своей родине. Европарламент большинством голосов принял резолюцию признания Палестины как независимого государства. Для поддержки дипломатических усилий ЕС в мирном процессе на Ближнем Востоке также запущена инициатива парламентарии мира. Она призвана объединить евродепутатов, а также представителей парламентов Израиля и Палестины в их усилиях по скорейшему развитию мирного процесса на Ближнем Востоке. На голосование был выдвинут компромиссный проект резолюции. В документе говорится о том, что Европарламент поддерживает идею признания Палестины и концепцию «два государства для двух народов», при условии, что это признание будет сопровождаться развитием мирных переговоров. Документ поддержали 498 депутатов Европарламента, 88 проголосовали против и 111 воздержались. «Это исторический момент для Палестины, Израиля и Евросоюза. После многих лет сложной дискуссии мы можем четко сказать, Европарламент поддерживает признание палестинского государства. Пришло время разрешить палестино-израильский конфликт через сознание двух государств». Парламентарии поддержали решение для двух государств на основе границ 1967 года со столицей в Иерусалиме для Палестины и Израиля, которые призваны жить друг с другом в мире и безопасности. Было объявлено также решение Европейского суда о непризнании Хамаса террористической организации. «Я призываю Израиль признать Палестину и, продолжая переговоры, побыстрее прийти к соглашению о ее окончательном статусе». «Я горжусь тем, что мы признали Палестину. Пять основных фракций Европарламента подали этим жестом мощный сигнал остальным странам Европы». Напомним, Швеция пока является единственной из стран ЕС, которая официально признала Палестину. Аналогичное решение готова принять и Бельгия. Соответствующие резолюции, которые не имеют обязательного характера, приняли накануне парламенты Франции, Испании, Великобритании и Ирландии. Жанат Эрны Жомар Тахметов, Страсбург, Франция. США и Куба восстанавливают дипломатические отношения, прерванные в 1961 году. Сенсационное заявление сделал президент США Барак Обама в своем телеобращении. Он признал, что эмбарго в отношении Кубы не принесло результатов и теперь Америка протягивает руку дружбы. О том, как восприняли эту историческую новость в западном полушарии Майра Кабеева. Немедленно восстановить дипломатические отношения США с Кубой, а также открыть посольство в Гаване, поручил президент Барак Обама госсекретарю Джону Керри. 50 лет изоляции Острова Свободы завершились, и сегодня началась новая страница во взаимоотношениях двух стран. Глава Белого дома назвал приоритеты такого сближения. Речь идет о восстановлении экономических и торговых отношений, сотрудничестве в финансовой сфере, развитии туризма. Сегодня перед поездкой по странам Африки, охваченной вспышкой Эболы, генеральный секретарь ООН Пан Гимун встретился с журналистами. Он приветствовал новость о нормализации отношений между США и Кубой и сообщил о беседе с главами этих стран. Члены ООН уже давно призвали к более тесным отношениям между Кубой и США. Уже то, что президенты Обама и Кастро говорили по телефону, сегодня и оба сделали в тот же день соответствующие схожие заявления, очень хороший старт и положительное развитие событий, которые сблизи два народа. Идет только первый день, много вопросов еще предстоит решить, но мы видим начало сближения и примирения. Позже глава внешнеполитического ведомства США Джон Керри заявил, что с нетерпением ждет того дня, когда станет первым за 60 лет госсекретарем Америки, побывавшим на Кубе. «Мне было 17 лет, и я смотрел черно-белый телевизор, когда впервые услышал, как американский президент назвал Кубу «Островом несвободы», – сказал он журналистам. Особенно радуются сегодняшнему событию сами кубинцы, проживающие в США. «Сегодня великий исторический день для народа Кубы и для всего мира. Объявление президентом Обамы о снятии эмбарго в отношении Кубы – это благородный шаг, который идет на пользу американцам и особо приветствуется в Гарлеме, который тесно связан с Кубой. Кубинский лидер Фидель Кастро являлся настоящим другом афроамериканской общины Нью-Йорка, в том числе Гарлема. Во время празднования 50-летия ООН мы его принимали на красной дорожке, и празднование шло по всей Америке». Не случайно в своем обращении Барак Обама упоминал американский город Майами, расположенный в 200 милях от Гаваны. В начале 1960 года на юго-восток штата Флорида эмигрировали 400 тысяч кубинцев. Сегодня они составляют самую многочисленную диаспору этого мегаполиса и приветствуют такое решение Белого дома. Месяц назад в эксклюзивном интервью агентству Хабар они говорили о сложностях в отношениях между Америкой и Кубой. А сегодня у них появился прекрасный повод для оптимизма и планирования скорой беспрепятственной встречи со своей родиной, родными и близкими, большинство которых они знали только заочно. Без преувеличения, американская эмбарго в отношении Кубы на протяжении десятилетий оставалась одной из острых проблем в западном полушарии. А восстановление дипломатических отношений между Гаваной и Вашингтоном будет иметь позитивный эффект на весь обширный регион Латинской Америки и Карибского бассейна, а также за их пределами. Майра Кабиева, Майк Джоэлл, Нью-Йорк, США. И сегодня же казахстанский МИД сделал заявление по теме нормализации отношений между Вашингтоном и Гаваной. В заявлении говорится, Куба и США являются давними партнерами Казахстана, с которыми у нас развивается полноценное партнерство с первых дней независимости. В этой связи Казахстан приветствует шаги обеих стран по возобновлению дипломатических отношений и налаживанию контактов между народами Кубы и США. Казахстан выражает надежду, что данный шаг будет способствовать дальнейшей нормализации двухсторонних отношений в духе добрососедства и полноценного сотрудничества. И еще одна обсуждаемая новость. Президент России Владимир Путин уверен, Казахстан выйдет из кризиса, связанного с падением цен на нефть, со знаком «плюс». Об этом он заявил сегодня в ходе ежегодной большой пресс-конференции. Этому будет способствовать рост мировой экономики и потребность в энергоресурсах. Плюс стран и в интеграции. Путин подчеркнул, за время существования таможенного союза в последние годы товарооборот. Стран увеличился наполовину. Экономический анализ глава России назвал серьезным, объективным показателем, на которые государства будут опираться. Путин еще раз акцентировал внимание прессы, что главным инициатором евразийской интеграции является Нурсултан Назарбаев. И вот слова, которые цитируют сегодня мировые издания. Казахстан, так же как и Российская Федерация, это нефтедобывающая страна, и поэтому вне всякой связи с интеграцией в рамках Евразийского экономического союза, так или иначе, Казахстан, так же как и Россия, сталкивается с неблагоприятной в данном случае внешнеэкономической конъюнктурой. Способны ли мы выйти из этой ситуации, неизбежно выйдем со знаком плюс. И в силу роста мировой экономики и потребностей в энергоресурсах, которые у нас есть, и никуда не денутся. В Турции вышел в свет специальный выпуск газеты «Заман», посвященный 23-летию независимости нашей республики. На страницах самого многотиражного издания страны опубликованы достижения Казахстана за годы суверенитета. Журналисты постарались охватить буквально все социальную, экономическую, политическую, спортивную и культурную сферы жизни казахстанцев. Номер начинается с основных положений послания президента Нурсултана Назарбаева «Нурлажол». Газета «Заман» – самая известная в Турции. Эта типография каждый час выпускает 450 тысяч ее экземпляров. Чтобы своевременно обеспечить читателей печатным изданием, еще несколько типографий работают в трех городах страны. В этот раз покупатели ждал приятный сюрприз. Газета была полностью посвящена Казахстану. Известный политолог Абдул-Хамид Билиджи отмечает, он не перестает восхищаться этапами становления независимого Казахстана. После развала Советского Союза страна попала в трудную ситуацию. И только дальновидность президента республики Нурсултана Назарбаева вытянула Казахстан из разрухи. Сейчас уже прошло 23 года, и мы видим, страна с каждым разом укрепляет свои позиции. Развивается экономика, образование и наука. Царит дружба и толерантность. Читатели увидели на страницах крупного издания статьи экспертов, высоко оценивших достижения Казахстана за годы независимости. Отдельные рубрики спецвыпуска посвящены подготовке к Экспо-2017 и строительству столицы Казахстана Астаны, а также казахстанско-турецкому сотрудничеству. В этом выпуске не только интересные статьи, но и отличные фотографии, очень много познавательного. К примеру, я лично узнал, что Казахстан активно готовится к празднованию 550-летия казахского ханства. Ежедневный тираж газеты «Заман» – один миллион экземпляров. Она издается в Америке, Европе, Центральной Азии и странах Ближнего Востока. А это значит, что благодаря этому спецвыпуску о Казахстане узнают миллиарды человек по всему миру. Тамара Степанова, Самадсулей, Турция. Две школы, детская больница и сельская амбулатория. Сразу четыре новых объекта получили в подарок о Дню независимости жителей Туркестана. А всего в Южном Казахстане к национальному празднику сдали 24 социально значимых объекта, рассказывает наш корреспондент. Школа имени Сабыра Рахимова – одна из старых в Туркестане. Ей более полувека. В прежнем здании, хоть и было тесновато, но уровень знаний учеников всегда был на высоте. К примеру, результаты ЕНТ в минувшем учебном году были признаны одними из лучших в городе. В среднем – 81 балл. И вот более тысячи школьников празднуют новоселье. Не было современных наглядных пособий. Кабинеты физики и химии не были оборудованы. А здесь совсем другое дело – все условия для нормальной учебы. Новое здание теперь и учеников школы имени Шарапа Ниязова. Его построили общими усилиями. Деньги выделили и из республиканской казны, и из областного бюджета. Всего 700 миллионов тенге. А вот новая детская больница обошлась государству намного дороже – в 5,5 миллиардов. Она на 200 мест и оснащена самым дорогим медицинским оборудованием. Специалистов, которые будут обслуживать маленьких туркистанцев, теперь тоже втрое больше. Впервые в детской больнице отделение хирургии, травматологии, патологии новорожденных и даже аллергологии. Оборудование у нас разное – и германское, и японское, и американское. И наше – казахстанское. Его даже больше. Если в старой больнице у нас было около 900 различных медицинских аппаратов, то здесь – 2600, и все готовы к работе. Подарок ко дню независимости получили и жители пригородного аула Орангай. Сельская амбулатория ничем не уступает городской. Здесь тоже лучшее оборудование и все условия для качественного лечения. А старое здание уже давно не отвечало современным нормам. До нового года мы сдадим еще несколько объектов. Сейчас строится водопровод стоимостью более 1 миллиарда тенге. Его строительство почти завершается. Уже скоро он полностью обеспечит питьевой водой весь Туркестан. Недавно в Южном Казахстане подвели итоги. За годы независимости в регионе было построено самое большое количество школ. Только в одном Туркестане были сданы более 30 учебных заведений. В ближайших планах еще десятки. Алмаур Збаева, Раухат Уркумбаев, Южно-Казахстанская область. Наша родина Казахстан. Говорит предприниматель ингуш по национальности Ибрагим Арсамаков. Свой бизнес он начал с небольшой хлебопекарни. Сейчас у него кондитерский цех, магазин и СТО. В дни праздника указом главы государства за вклад в социально-экономическое и культурное развитие, укрепление дружбы и общественного согласия в стране Ибрагим Магомедович награжден почетной грамотой. Гульнара Умарбекова рассказывает. В советское время в Исаке это тоже был кондитерский цех. Но в период развала и он развалился. Ибрагим Арсамаков здание отремонтировал, собрал работников и возобновил производство. Еще мой отец мне говорил, сынок говорил, береге в семье будет от животных и от хлеба. Наверное, поэтому и явилось то, что первое образование, я закончил Алматинский ветеринарный институт и работал в животноводстве. Теперь занимаюсь вот этим хлебом. И стараемся идти по словам нашего отца. Отец Ибрагима Магомедовича вместе со своими соотечественниками-ингушами в годы сталинских репрессий попал в Казахстан. А я уже здесь родился, и мои братья, и сестры, рассказывает наш герой. Показал даже школу, где он учился, и его дети, а сейчас и внуки. В начале 90-х я, честно говоря, вот этот отрезок, который мы прошли за это время, я не думал, что мы его так быстро пройдем. В лучшем случае, я думал, лет 50-60. Вот такое было бы, во всяком случае, у меня мнение. А сегодня мы прошли этот отрезок. Быстро прошли. Прошли безо всяких катаклизмов. Сейчас у предпринимателя хлебопекарня, СТО, кондитерский цех. Есть магазин, где можно купить свежий хлеб и вкусные печенья. Работают у него целыми династиями. Маша здесь научилась мастерству кондитера. И сейчас может из тортика сделать настоящее произведение искусства. Папа у нас работает, брат. Мы тут как бы с семьей уже сколько лет работаем. Нам очень нравится. И самое главное, что мы здесь в Иссыке обеспечены всей работой. На своей исторической родине Ибрагим Магомедович бывает нечасто. Смеется. Нас там называют казахами. И в этом есть доля правды. Ведь их настоящая родина – Казахстан. Ибрагим Магомедович оказывает благотворительную помощь ветеранам и пожилым людям. Но уважает его не только за это. За то, что он честный и справедливый человек. А он просто любит свое дело. И свою землю, на которой вырос. Гульнару Марбекова, Ернар Сейлаубаев. И сык Алматинской области. Новое дорогостоящее оборудование, отдельная электрическая линия и программа на внедрение управленческих технологий. Все это вклад государства в развитие Алматинского вентиляторного завода. Причем только за этот год такая поддержка позволяет предприятию расширять производственные мощности, повышать качество, внедрять инновации и увеличивать число рабочих мест. Качество и оперативность позволили молодому предприятию всего за шесть лет занять ведущие позиции в стране. Сегодня завод активно осваивает рынки соседей, что было бы невозможно без поддержки государства. Нам предоставили в лизинг оборудование. Это лазерный станок и листогибочный станок. Высокоточные станки, которые обеспечивают качественным оборудованием. То есть погрешность этих станков 0,0,1 мм. Здесь уже человеческого фактора как такого не присутствует. Два года назад предприятие переехало в новое помещение, построенное по самым современным нормам. Однако перебои с электричеством периодически нарушали производственные планы. Теперь за счет госбюджета сюда проведена собственная выделенная линия. Созданные условия позволяют думать об инновациях. Единственной в стране завод выпускает вентиляционную систему, которая позволяет экономить на отоплении. Полностью пытаемся внедрить в Казахстан систему рекуперации тепла. За счет рекуперации тепла от 60 до 95% экономия тепла, именно тепловой энергии. То есть за счет вытяжного воздуха, который мы просто-напросто выкидываем, мы обогреваем приточный воздух. Сейчас на заводе трудится 150 человек. Через пару месяцев будет запущен второй цех, где работу найдут еще 40 человек. И к тому же времени предприятие внедрит самую совершенную систему управления и контроля качества. В Актюбинской области почти полностью реализована первая пятилетка государственной программы ФИИР. 70 объектов, вошедших в карту индустриализации, уже введены в строй. Создано 5000 постоянных рабочих мест. О том, как дорожная карта помогает открывать новые и модернизировать уже существующие производства, расскажет Лейла Ауэсова. В Актюбе аналогов этому производству нет. Здесь выпускают предварительно изолированные трубы и нестандартные фитинги для систем теплоснабжения. Оборудование приобрели по программе льготного кредитования. Дорожная карта помогла запустить вторую очередь завода. Мы входим в карту индустриализации. В регионе являемся единственной компанией, которая производит данного вида продукцию именно по требованиям ГОСТа и сертификации. В новый цех предприниматели намерены инвестировать около миллиарда тенге. Его мощность 36 тысяч погонных метров труб и 2000 единиц фасонных изделий в год. Перспективы у нас открыт. Новый цех мы построили. Новый цех оборудование закупили. Будем выпускать полиэтиленную оболочку больших диаметров, начиная с 560 до 1200. Всего 76 октябинских инвестпроектов вошли в карту индустриализации страны. Почти половина запланированных объектов введена в строй в самом областном центре. По городу Ахтубе за первую пятилетку карты индустриализации было реализовано 38 инвестиционных проектов. В текущем году планируется реализация шести инвестиционных проектов. Общая сумма инвестиций по шести проектам составляет более 80 миллиардов тенге. В результате будет создано 976 новых рабочих мест. До 2017 года в регионе планируется реализовать 21 проект стоимостью более 300 миллиардов тенге. Будет создано 4000 новых рабочих мест. На фоне проектов стройиндустрии и агропромышленного комплекса выгодно выделяются два крупных. Строительство цементного завода и фабрики по производству минеральных удобрений. Лайла Уэсова, Александр Степаненко, Айбек Даутов из Ак-Тубе. Поздравление с днем рождения принимает газета «Егемен Казахстан». Главное казахскоязычное издание отмечает 95-летие. Символично в честь праздничной даты журналист газеты Хайсар Алем удостоен звания заслуженного деятеля Казахстана. Сегодня на торжественном собрании коллектива поздравляли лучших из лучших и подводили итоги проделанной работы. Стоит отметить, Егемен Казахстан по праву является одной из главных в стране. Первый номер газеты вышел 17 декабря 1919 года. В разные годы газету возглавляли такие известные личности, как Мухтар Ауэзов, Сакен Сейфулин, Габит Мусрепов, Ораз Жандосов. С начала 2000-х тираж газеты увеличился более чем в пять раз и достиг практически 200 тысяч экземпляров. Еще один важный момент. На сегодня все сотрудники издания обеспечены жильем. Только за последние два года для егеменовцев построили два дома и сдали 60 квартир. Я вспоминаю 2002 год, когда состоялся первый конгресс журналистов Казахстана, и где с трибуны конгресса президент заявил, что многое зависит от умения и старания самих журналистов. Ведь смогла же газета «Егемен Казахстан» только за год повысить свой тираж на 27 тысяч экземпляров. Вот такие СМИ надо поддерживать. Тогда был у нас тираж 38 тысяч экземпляров, сегодня тираж 200-тысячный тираж. Это без излишней скромности, можно сказать, очень большой показатель. Всего доброго. До свидания. Все новости смотрите на сайте хабар.кз.